здрасте у нас на повестке дня очень интересная но очень большая и очень сложная тема и по-хорошему такая лекция должна была длиться часа два но я вот перед выступлением подошел к саше и спросил можно я буду вступать два часа не 15 минут но он сказал нет иначе мы выгоним тебя так что у меня всего 15 минут поэтому меня зовут андрей и мы начинаем начнем с того что шрифты механизм инструмент достаточно не изучены на сегодняшний день и в общем то я понимаю что за то время что есть я не смогу рассказать всего но что-то что-то интересное что-то важное что то что вы сможете использовать дальнейшем в своих презентациях я рассказать попробую начнем мы вот чего один англоязычный сайт сенька outside the slide это сайт который посвящен презентациями слайдом провел собственное исследование на при помощи своих пользователей и когда они заходили на сайт вот на главную страничку и выпадал такая табличка с двумя вопросами вопрос первый какие шрифты вы используете чаще всего и безоговоричный победитель это таймс не роман и рел комик сансы браж скрипт и вопрос второе почему именно эти шрифты и самый популярный ответ это они самые известные то есть вот они авторитетных используют наверное они крутые и второе это не знаем какими заменить их слишком много они более не менее похожи друг на друга и вот я когда слышу этот ответ последний у меня вот первая ассоциация на какая-то вот такая и я понимаю что это действительно непросто что людям которые редко сталкиваются с этим и редко вообще возвращается к просто изучения шрифтов им тяжело выбрать шрифт потому что их десятки тысяч нам нужен один или два и вот мы роемся вот в этих складах шрифтов и пытаемся найти что-то для себя поэтому я сегодня не ставил целью это выступление рассказать что times new roman ariel это плохо это плохо но у меня более такая высокая цель помочь вам найти что-нибудь для себя шрифт который будет вдохновлять вас вас вашу аудиторию и вы будете с радостью его использовать смотрим получится начнем с того что то что мы привыкли назвать шрифтом это не шрифт это гарнитура то есть это некое семейство шрифтов а шрифт это знак внутри гарнитуры это так общая экскурс в истории есть century семейство шрифтов или гарнитура century bolt то есть его начертания полужирные это шрифт для удобства мы говорим на все шрифты и я предлагаю не изменять этой традиции мы сегодня о шрифтах гарнитуры такое слово не очень огорчу вас что единой классификации шрифтов нет sorry есть что-то такое очень общее универсальное например шрифты и засечками есть без засечек это мы знаем наверняка все что дальше все классификации которые можно встретить неусловно и но есть некая вот такая более универсальная которая стремится стать единой и она выглядит так антиква гротеск брусковый рукописный декоративный все все остальное то что встречать она так или иначе попадает под одну из этих категорий что было понятнее они вот то есть засечки нет засечек засечки в виде брусков имитация почерка дайте волю дизайнеру вот вот в общем то и все но все нет не так уже просто как может показаться на первый взгляд что пять видов и все я вам покажу смотрите печатная имитация почерка понятно в чем разница отлично печатные засечками без засечек засечками антиква брусковый гротеские ленточные без засечек антиква старая переходная новая старая итало-французская голландская английская новая еще классическая англо-шландская современная гротеск старый геометрический гротеск новый гуманистический мы не будем лезть в дебри вот которые касаются вот этой зоны которая справа мы будем в этой области сегодня там еще часа на два не разрешили поэтому мы здесь по степени контрастности тоже их можно разделить низко контрастный высоко контрастные понятно да чем раньше не совсем из-за того что один элемент буквы w например он толще чем другой элемент другая линия здесь все ровно и никаких проблем корбелл баскервилл два известных шрифта один низко контрастного высоко и поэтому когда я вас прошу какой из этих шрифтов без засечек не спешите мне отвечать что андрей ты совсем из ума выжил это буква о там нет засечек есть и как раз таки контраст шрифтов нам помогает это определить модерн это высоко контрастный джельсанс низко контраст в 90 процентах случаев вы ответили бы правильно вот на предыдущий вопрос что там и засечка здесь нет но каждом правиле есть свои исключения в семье не без уродов и эти уроды вот брусковый и ленточный рассказывать о том что это такое сегодня мы оставим это за пределы лекции я скажу что это для рекламы на орать на кого-нибудь брусковый ленточный чудо украсить пока что вот на этом остановимся независимо от характер независимо от классификации которые существуют у шрифтов на самом деле две основные характеристики какие читаемость обычно сразу дача читаемость да но есть вторая и вариант еще раз ну смотрите способность передавать эмоции не читаемых шрифтов нет просто нет текста они либо хорошо читаем либо плохо с эмоциями то же самое они либо достоверно правильно точно передают эмоции либо не тот шрифт мы выбрали и прочитаемость я почти ничего не буду говорить там все понятно открывайте текст и видите он читаем или нет конечно хорошо или плохо мы будем говорить больше про эмоции это что-то вот что работает где-то на подсознании намного более сложную чем читаемость и может даже важнее научные исследования доказывает что шутка написано антиквенным шрифтом засечками на 10 процентов смешнее чем написано гротеском без осечек почему черт его знает ну вот на 10 процентов то есть чуть чуть больше посмеются над шуткой антиквой чем шутка написано гротеском в данном случае букман будет веселее чем франклин готик известный шрифт есть еще одно исследование в нем принимало участие 45 тысяч человек она была устроена следующим образом вы заходите на сайт где вам предлагают прочитать статью физика немецкого дэвида дочи он там говорит о том что мы живем в эру беспрецедентной безопасности аргументируя тем что вот вероятность того что мы выйдем с подъезда и нас застрелят она очень низко ну по сравнению с тем что было 200 300 лет назад есть какие-то локальные конфликты где убивают много но в целом по миру маловероятно и дальше вот компьютер подставляет для этой статьи один из шести шрифтов и на большом количестве людей 45 тысяч человек мы смотрим как они отвечали на эти вопросы в зависимости от того или иного типа шрифта вопроса было два согласны ли вы что мы живем в эру беспрецедентной безопасности варианты да нет и насколько уверены в своем ответе уверен не очень хорошо уверен довольно таки уверен полностью уверен и я вам покажу только часть статистики она большая много чего это взвешенное согласие то есть люди которые ответили да и полностью согласны вот она выглядит как-то вот так шрифт баскервиль он занял первое место 16 359 человек ответили да мы согласны что мы в эту эру живем комикс анс 15 127 не совсем честно диаграмма до разницы на самом деле пять процентов они втрое больше как здесь но пять процентов и на большом количестве людей это довольно значимая величина и шрифты далеко не самые удачные то есть компьютер модом джорджи они уже потихоньку страдают болезнями таймс не роман и рел если вы выбрали какой-нибудь более интересный шрифт который вы сегодня еще увидите может быть и все 10 процентов ну вот пять процентов и это очень круто потому что если покажу вам вот этот текст набраны не к антиквой потом сделаю и покажу вот этот же текст но всем человек из десяти не не заметят что это другой шрифт по статистике а он другой да их совмещаю можем это увидеть что он чуть-чуть лучше чуть-чуть два процента нижнего над верхним убедительность поэтому следующий раз когда будете выбирать между шрифтом кабрио и калиста помните что они оба хорошие да но тут плюс два процента чуть чуть больше проникнуться вашим сообщениям шрифты это некое отношение вот мое по отношению к вам выступающего аудитории я могу это сказать вот так а могу сказать вот так здесь я явно вас недолюбливаю хочу на вас накричать там напугать могу сказать вот так и это тоже некое отношение что я на расстоянии я не бегу к вам обниматься целоваться я вот держусь дистанции и вот она работает как то так мы сначала видим понимаем что то текст понимаем что мы знаем язык на котором написано потом начинаем чувствовать это где-то вот помимо нашего сознания возможно то есть вот сейчас некоторые могут почувствовать вкус кофе и какой он разный в первом во втором случае какой кофе вам напоминает вот эта надпись 1 как он выглядит совершенно точно ну вот как-то так этот наверное стоит не 20 гривен наверно побольше где-то в ресторане там но вот они разные и шрифт нам сказал об этом times new роману не ну ее разница очевидно вы можете почувствовать что какой-то adidas здесь явно фальшивит фальшивят оба один ближе какой больше напоминает adidas ну естественно здесь будет чуть сложнее верхний на самом деле до конца неправильные оба но верхний взят за основу да так обычно и происходит разработка логотипа берут какой-то интересный красивый шрифт и доводят там всякие детальки вот adidas сделал так же буква s сделал по ширине такой же верхнем уносной момент буквы понизил а джип какой настоящий никакой на это симбиоз двух шрифтов реальный джип вот то есть это немецкий шрифт там это бардак да здесь ровно дизайнеры постарались здесь точно есть ролик все дальше везде будут реальные логотипы вниз посередине в середине то а наверху ну да а босс средний средний на фейсбук которым скоро будем пользоваться верхний да да только посередине на здесь будет очень сложно редко отвечают правду какой посередине есть хорошо не посередине а так может а может внизу или все-таки есть тут реальная википедия ну она и да есть окей какая вниз до википедия очень очень любит шрифт гарамонт его очень любил и jobs использовал в своей рекламной кампании thing different и я потрачу драгоценную минуту но я расскажу вам про шрифт гарамонт он невероятно красивый я большой фанат и я воспользуюсь случаем значит он придумал был клодом гарамонтом в честь себя любимого в 1950 году на логотипах выглядит вот так гарвард чикаго любят это шрифт у которого наибольшее количество версий самого себя 9 есть 3 4 но 9 самое большое и джон роллинг со вкусом подошла к написанию романа гарри поттера потому что все американские издания гарри поттера были изданы шрифтом гарамонт на 12 кеглей 12 размер кроме одной пятой части она была издана шрифтом гарамонт один с половиной чего то есть люди возьмут просто возмутились и сказали но что-то очень мелко это не тот шрифт но это был тот же гарамонт адоб гарамонт одна из версий но чуть-чуть меньше и казалось что это уже что-то другое и шестой части она вернула что ну тираж упал наверно кристиан диор тоже любил гарамонт и использовал в разные времена разные версии этого шрифта но устоялась одна как вам кажется какая какую мы сегодня видим это она действующая нижняя средняя внизу на совершенно точно ну как вам гарамонт понравился кому-то нормально да ну хорошо что кому-то не понравилось потому что он бы застрадал болезнями таймс не роман сейчас бы все его использовали а так кто-то все-таки в оппозиции это хорошо вот поехали дальше отличить вот это не может почти никто есть маленькая разница я просто объясню в чем она эрил и хилветика я объясню еще кое-что хилветика это единственный шрифт по которой снят фильм полноценный фильм на полтора часа мы можно смотреть смотрите эти компании использовали хилветику своих логотипах как будто другого шрифта у них нет проверил говорят примерно следующее нельзя создать хорошую типографику шрифтом ariel а еще вот это есть простой способ оценить качество дизайна используется ariel дизайн плохой не используется можно переходить к оценке разницу вы только что видели я просто я напомню еще раз она вот и ну это слово красивое искусство я взял самые контрастные буквы кроме буква это r и t и вот эта разница между epic win и epic fail она вот такая один пиксель мне очень нравится фраза что типографика невероятно тонкая наука разница между фиаско и триумфом зачастую в мелочах и еще больше нравится что я сказал пауле реннер это создатель шрифта футура кто сейчас впервые услышал про шрифт футура поднимите руки хорошо я потрачу еще одну минуту драгоценного времени и я скажу про шрифт футура невероятно красивый шрифт посмотрите просто значит придумали его в 1926 году в германии там был такой период баухаус пришли люди и старались все геометризировать вот и в том числе шрифты геометрический гротеск это по типу и вспомните по ленте он где-то там в конце там еще дальше можно конечно в конце этой ленты и известные компании использовали футуру это одна десятая компании которые используют футуру и очень много их примерно столько же сколько хильведь q выглядит он на слайдах в тексте как-то вот так есть несколько известных прототипов шрифта который мы сегодня видим стандартно в powerpoint и ворде это century gothic известный и текст гайер это шрифт который использовал дедас его там наводил детальки и сделал в итоге то что мы видим сегодня них вкратце история шрифтов их эволюция она вот в одном слайде какая-то вот такая сначала была антиква гарамон как представитель старой антиквы антиквы ренессанса это как перо имитация пера гротеского еще не существовало потом пришли какие-то дизайнеры взяли отрубили засечки получились гротески вроде круто вроде свежо но потом пришли люди с линейками и сказали что ну у вас действительно все хорошо но мы хотим знать насколько точно во все хорошо и сделали шрифты геометрического гротеска это круг и палка все конструкция буква и футуру называют шрифтом будущего это естественно не в порядке историческом гарамон придумали почти как тогда же когда и хилветику но он представитель старого старой антиквы соответственно хилветика переходного гротеской и новый гротеск вот он футура очень мало шрифтов которые попадают вот под темную зону то есть если всего их там десятки тысяч то 100 150 они вот между читаемостью и настроением и это очень редкий случай действительно редкий вот представители которых вы сегодня видели они как раз вошли вот в эти 100 шрифтов избранных я могу вас поздравить и вы можете себя тоже поздравить вы сегодня стали начинающими экспертами в области преступлений как говорил командой но есть куда расти для этого нам нужно что правильные ресурсы и они есть и вот они понравился вам шрифт на каком-то изображении закидывайте на этот сайт вот за фонд это настройка сайта my phones и он говорит что вот на этом изображении такой-то шрифт пошли скачали все очень просто таких много идентификаторов это не единственный детектор шрифтов но один из самых известных и кажется наиболее точно работал почитать если хотите почитать про шрифты начните с книжки про букву от а до я юрия гордона это про кириллицу ничего про латиницу нет все про кириллицу но мы в общем-то этой лучшим и там много книжек про шрифты на самом деле сами понимаете огромное количество но начала вот база на здесь красивая книжка скачать ну вообще скачать это зайти в google написать скачать шрифты элементарно там вам откроется 20 страниц наверное но я пользуюсь phone storage в общем-то удовлетворяет потребности если нет и до другой сайт если уж там нет шрифта который ищу тогда уже google помогает дорогие друзья последняя мысль о шрифтах на сегодня эта фраза очень известного дизайнера гитара рамса который сказал что типографика не должна заменять людей она должна помогать им и в этом ее основная роль используйте шрифты которые помогут вам объяснить больше впечатлить сильнее продать дороже шрифты которые усилят вашу идею ну слушайте это все хэппи-энд спасибо если есть пару вопросов есть пару ответов шрифт текста статьи которые прочитали физика какой шрифт для этой статьи я думаю что это был бы гротеск и я думаю что фрэнклин готик скорее футура фрэнклин готик то есть что-то в зависимости от эмоций если это та самая статья вот научная ее нужно писать каким-то более нейтральным шрифтом если вы хотите достучаться и рассказать что-то не был такая крутая история то нужно использовать шрифт который выражает вашу эмоцию насколько шрифт может ее передать вы не сможете вы на расстоянии на дистанции но шрифт будет говорить за вас скорее футура вот если вот говорить о яркости какой-то спасибо спасибо если мы говорим о книжках есть такой общий стереотип что книжки антиквой засечками экран это гротеск ну это очень спорно потому что если мы набираем слайды в стиле дзем до минимализм это не куча текст на слайдах то в общем-то антика работает довольно неплохо все равно несмотря на то что говорят не а гротеск антика плохо антику в книжке ничего подобного можно использовать вот она то есть нормально вроде видно читается рекомендации общее вообще здесь три основных правила использования шрифтов на слайдах правило номер один это заголовки не должны быть все заглавными буквами вот она кажется что это глупо ну почему можно что надо крикнуть как-то ничего подобного пишем как предложение но шрифты должны быть контрастными это правило номер два основной текст набранный более читаемым шрифтом заголовок каким-то менее читаемым это звучит парадоксально вроде заголовок важнее но вот как раз таки то что он плохо читается это заставляет нас присмотреться прочитать еще раз и это усваивается больше и в общем то вот это основные рекомендации наверное то есть контраст шрифтов обязательно если у вас есть заголовки основной текст они должны быть сильно разными то есть times new roman и гарамонт нет вот times new roman и например вообще таймс не надо но допустим times new roman и та же футура окей класс контраст большой и хороший спасибо соотношение размера шрифта да его в общем то не вымеряли достаточно чтобы шрифт буду достаточно крупным чтобы можно прочесть задних рядов основное правило то есть вы должны представлять какая аудитория и если шриф слишком мелкие и сзади не прочитают то это проблема то есть размер зависит сугубо от того где выступаете как это происходит если просто кидаете слайды по почте то там думаю в общем то проблем не будет но если он не будет там вторым кеглем там все нормально все остальное для аудитории смотрим просто на вот соотношение зала размера нет вы сами восстановите насколько это удобно читается прощай монамур это декоративный шрифт рукописный шрифт монамур он монамур вы понятно в общем-то из названия что он про любовь что-то да вот его и не похожи на него вообще рукописные они больше олицетворяют любовь потому что создают ощущение что вы писали это письмо человеку распространено потому что он стоял априори в в офисе заходите вот ворд какое-то время не помню сколько лет назад вот таймс не роман начинается все с него powerpoint ну соответственно excel и ворд из-за этого в общем-то у него и появились проблемы его использовали везде а еще не только в офисах еще в офисе в смысле microsoft еще и в других программах таймс не роман лепили ну нравился шрифт какое-то время людям и они вот решили что класс универсальный шрифт подходит для всего почему используют его компании мне кажется вот это как раз таки то наша задача которую мы можем выполнить это предложить изменить шрифт вот там где вы работаете сказать ребят но это плохо я могу рассказать вам об этом я уже об этом что-то знаю и предложить другие шрифты потому что объяснить почему люди продолжают использовать таймс не роман очень сложно это старая школа они привыкли им нравится в нем нет ничего плохого как в самом шрифте он нормальный все шрифты хорошие но он просто надоел вот но он не виноват так получилось мешают я вот иду по улице вижу шрифт ариал на каких-то там магазинах и думаю елки-палки опять ариал вот у меня постоянно это я вижу если много текста да если одно слово надо посмотреть ближе она мешает да хоть критика постоянная кого-то что что ты используешь это сложно но я не типограф поэтому слава богу наверно был типографом я вообще есть такая проблема у всех шрифтов которые стали популярными что ну это не ближайший год может быть пять-десять лет но чем чаще используют тем больше у него проблем ну постоянно дизайнеры придумают новые шрифты альтернативы берут там футуру и какие-то детальки исправляют ну что то она вот уже надоело сейчас я что-то исправлю там срежу букву п допустим внизу и будет новый шрифт и в общем-то это работает у футура есть проблемы небольшие уже сейчас но ее все она любит пока что все нормально успешность зависит в общем-то от читаемости чем шире интервал тем менее он читаем и тем неудобнее прыгать с буквы на букву поэтому в общем-то и был была придумана антика потому что она вот так плавно переходит из одной буквы в другую и это легче усваивается влияет сильно ну не перегибайте это просто нужно смотреть по вам насколько вам комфортно читать скорее всего комфорт будет соответствовать и комфорт аудитории ну сильно не 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 размахивайтесь и очень узко тоже как вы понимаете вам не очень удобно что не было предпосылок просто пришел дизайнер и сказал окей камбриа классная но я щас чуть повожу с ней будет новый шрифт калиста как он в итоге повлиял это вот как раз таки про эмоции про какое-то подсознание людям просто удобнее его было читать он передавал какие-то более сильные эмоции в тексте чем камбрия хотя оба хороших это просто вот это любовь дизайнера к шрифтам который всегда пытается что-то изменить сделать чуть лучше по-другому и некоторые отваливаются шрифты не не получается у них это этот эксперимент а некоторые выживают и вот она так и складывать в основном это исследование на больших группах людей вот прям так научно сеть и сказать вот здесь буква д чуть шире поэтому лучше это сложно но на больших на большом количестве людей отыгрывается и мы видим как они реагируют на шрифт что вот им нравится этот не нравится и таким способом в общем-то и и находят классные шрифты сложно сказать научно это не совсем наука этому как бы наука о шрифтах но она больше про нас про эмоции про наше восприятие отношения я финансист он параллельный специалист по презентации хороший вопрос да можно взять банальный шрифт не искать просто для таймс не роман и использовать но мы же ищем эмоции которые стоят за шрифтами поэтому минимизация затрат здесь оно есть на слайдах встречаются вот иметь ввиду когда много текста на слайде все шрифты которые имеют которые имеют узкие буквы между собой апературу они используются то есть их много баскер или отчасти такой шрифт очень близко все засечки все друг друга переходят и он очень компактный баскер или используется в типографии очень часто нет такого нет да кто-нибудь патентовать можно apple запатентовал apple garamond но люди нашли люди которые там скачали использовать можно это не то что бесполезно насколько сильный патент просто но и в патентах не скажу точно можно такое есть но apple garamond сегодня в доступен достаточно часто есть платные шрифты которые патентуют но вот заплати и будешь скачивать смысл патентовать естественно да можно найти альтернативу это но некоторые платят за шрифты дизайнеры платят потому что уникальный шрифт был вопрос еще они в общем-то разные учитывая то что таймснер роман это антиква то гротеск это возможно да это попытка не очень удачная но опять же шрифт в этом не было виноват когда калибре изначально ввели например в outlook почту то вроде бы все нормально было все окей на потом его стало слишком много и начались проблемы как и уэриала это попытки поиски какие-то ну поиски наверное дилетантов скорее потому что профессионал не поменяет клипы таймснер романа калибре точно если вопросов больше нет спасибо спасибо